здравствуйте друзья это юрий одно из видео которое я размещал я оставлю на него ссылочку в описании оно было посвящено именно таким вопросам как модели прыжков и диффузий при анализе ну при анализе вот ситуации когда у нас резко возрастает количество просмотров на канале или по отдельному видео и попытка понять причины связи с тем с чем такие скачки происходят для того чтобы иметь возможность ну превращать их может быть такие рукотворные в определенном смысле чтобы слишком не повторяться по поводу приду с теми аспектами которые были затронуты в предыдущем видео остановлюсь вот на следующем моменте характерная ситуация когда просмотры у вас на канале составляют определенную величину колеблются вокруг определенной средней без серьезных допустим скачков да потом наблюдается ситуация когда начинаются резкие скачки по количеству просмотров ну естественно сторону повышения потому что понижаться это особо и некуда и в этом отношении конечно вот вся наша деятельность ютюбе она хороша тем что чаще всего скачки если они могут происходить то они носят приятный характер они носят в любом случае в нашу сторону когда ему хотелось чтобы она чтобы это происходило чуть почаще и поэтому вот тому чтобы сделать почаще это видео посвящено и так характерная ситуация была когда в течение часа количество просмотров держалась там на уровне 330 и в диапазоне от 225 до 330 в течение всего дня и вот где-то с 13 до 14 часов началось повышение выход был на уровень пятьсот девяносто семь просмотров следующий час 1000 просмотров еще через час 15 до 16 1540 просмотров 7 на 16 до 17 количество просмотров достигло своего максимального значения в час 1786 и потом постепенно она начала снижаться и вот по тому с какой скоростью происходил рост количество просмотров то есть с трехсот тридцати одного до 1786 рост составил происходил в течение четырех часов а дальше этот так называемый скачок да или прыжок еще его на могут можно можно называть а дальше уже мы с вами видим как происходит диффузия то есть постепенное уменьшение количество просмотров если это просто уменьшение происходит очень резко то тогда мы с вами предполагаем можем предполагать что вот это количество просмотров которые мы наблюдали она будет иметь именно такой пикообразный характер и дальше она никак не отразится на общем повышение долгосрочных таких средних показателей да по количеству просмотров в течение часа а вот если как в данном случае происходило у меня снижение такое относительно постепенное то есть после того как был пик 1786 в час следующий час был просмотр 1547 еще через час был просмотров 1286 и соответственно сейчас ситуация постепенно стабилизируется то есть после пика уже прошло те же самые четыре часа уже пятый час вот заканчивается сейчас и 500 857 просмотров то есть принципе достаточно приличная такая величина давайте теперь попробуем проанализировать почему это произошло как и в предыдущих случаях это в значительной степени связано с тем что одно из видео в данном случае это боль свинка олимпийской чемпионки текущего года нелли корде это видео набрало значительное число просмотров сейчас мы можем зайти сюда посмотреть как именно поэтому видео какая была динамика сейчас чуть-чуть подгрузится на что ну не настолько быстро да вот мы с вами видим что фактически по почти с нуля тридцать четыре просмотра было в час с утра 64 потом сто тридцать шесть то есть удвоение такое происходило сказать часа к часу и потом скачок на триста девяносто восемь и дальше восемьсот двадцать восемь тысяча двести пятьдесят шестьдесят два наконец пике было тысяча четыреста пятьдесят четыре и дальше пошло вот это затухает затухание диффузия да такая тысяча сто пятьдесят девятьсот восемьдесят восемьдесят восемьсот четыре пятьсот пятьдесят четыре и на текущий момент вот за последний час количество просмотров пятьсот восемьдесят шесть за последние 60 минут имеется ввиду да то есть затухание происходит будет видно в следующем часе насколько она ну как бы на какой минимальный уровень она спадет но интересно посмотреть чем это все-таки связано поэтому вот новое окошко я открыл здесь как раз чтобы долго нам не ждать это аналитика на уровне видео как раз да то есть можно видеть что это видео не новая но примерно полгода как было запущено и вот до текущего дня она набирала так постепенно постепенно какой-то рост был он такой не был скачков резких не было четыре тысячи за исключением вот первого до да с 864 просмотров на 1684 это было в июле достаточно давно и вот сегодня произошел резкий такой скачок на 11 840 можно посмотреть за счет чего это происходило и тип источников трафиков нам подсказывает что внешние источники в этом скачке но внешние источники за все время с выхода видео до 91 и пять десяток процента к сожалению если я сейчас на стану смотреть за последние семь дней то там не будет данных которые обновляются каждую минуту данные которые обновляются каждую минуту мы можем только с момента публикации смотреть а остальные данные будем смотреть там запаздыванием на день-два дальше поиск на youtube 48 адресная строка в общем дальше несущественные цифры по сравнению с внешними источниками то есть тут даже нельзя сказать что это видео ну когда много просмотров для старого видео частенько это бывает связано с рекомендуемыми видео но в данном случае мы с вами видим что рекомендуемые видимо только видео только 0,3 процента набирали источник трафика поиск на youtube ну здесь как бы 4 и 8 5 процентов не так мало на втором месте но тоже несущественная такая цифра а вот google search дает из девяносто одного и пяти десяток процентов всех внешних просмотров дает 53 3 и половину до facebook 11 процентов то есть всего где-то примерно 10 от общего количества просмотров то есть принципе вот надо искать тогда причину то что происходит вот в гугле и поэтому через некоторые браузеры где пытаюсь контролировать что у меня происходит к на каких поисковой выдачи на каких местах стоят те или иные видео вот можно видеть что если я набираю в поисковой системе запрос golf анализ ну вот на рекорд golf swing это удар в гольфе golf swing называется то я вижу что вот на первой позиции меня нет на второй нет на третий нет четвертая пятая шестая седьмая восьмая на девятой позиции на первой странице находится мое видео которое 1 марта 2001 года было 21 года было размещено то есть принципе с учетом того что многие ищут информацию через google получается что они заходя сюда как бы здесь вот на первой же странице видят мое видео то есть это примерно то же самое что от всего там какой-нибудь сайт чтобы он тоже был по поисковому запросу виден на первой странице кроме того это мы с вами смотрим видео давайте посмотрим что происходит если нажать все здесь мы тоже видим что все начинается с результатов видео потому что ну как бы запрос характерные что если люди смотрят они же не читать будут в основном про гольф свинками хочется посмотреть и опять же 1 2 3 и на 4 позиции здесь я вижу свое видео то есть помимо того что видео попадает на 9 позицию в виде в ну как бы в поисковых запросов когда в разделе видео то в общих запросах получается что из этих 9 его выбирают и ставят на четвертую позицию то есть принципе судя по всему вот этот вот вот эта причина как бы скачка нас вызывается именно этим но тут есть интересная ситуация потому что вот допустим еще одно мое видео находится на первой странице тоже вот выдачи да но по нему как раз пока что я не видел такой ситуации правда она не находится на первой странице в поисковых запросах с видео материалами да и наверное это объясняется именно этим обстоятельством то есть принципе когда люди заходят и они хотят поискать видео по этому поводу то они вот заходят допустим этот поисковый запрос и берут все с первой страницы скорее всего то есть выбирают что то что им понравится на первой странице давайте посмотрим что происходит на 2 и на 2 уже как раз я вижу вот это вот видео который пока не набирает особо большого количества просмотров то есть скорее всего ситуация сводится к тому что большинство из тех кто ищет информацию по видеоматериалам о гольффингах вот данном случае олимпийские чемпионки на рекорде и сильнейший гольфистки в мире на текущий момент они в принципе ограничиваются первыми страницами поисковых запросов но это только версия да это только ну как бы предположение которое может быть имеет отношение к действительности может быть нет причем эта ситуация не одинакова для разных поисковиков потому что если допустим для разных браузеров если допустим найти зайти в браузер браузер с самого микрософта насколько я понимаю то здесь принципе вот на первой странице в видео материалах меня нет я там уже посматривал а это даже четвертая страница да то есть принципе вот тут меня не было как бы вот этого видео его не было с первой по четвертую страницу по крайней мере точно значит в разделе все скорее всего тоже его не должно быть потому что здесь только четыре видео даются по этому запросу да тут тоже его нет то есть принципе не все браузеры как бы показывают в равной степени ну одинаково показывают как бы ваше видео да некоторых может попадать некоторых может и не попадать вот такая информация которой хотелось бы поделиться потому что ну все мы сейчас ищем источники трафика все мы ищем и а да и важный момент на мой взгляд стоит обратить внимание что все таки вот фейсбук на мой взгляд это довольно существенная такая история потому что если 10 процентов процентов просмотров этого видео идет с фейсбука то можно предполагать что для гугла имеет определенное значение откуда еще смотрят ваши видео да потому что ну один процент с yahoo search ну тоже как бы вроде как неплохо другие поисковики какие-то тоже как бы дают определенные ну показы этого видео но судя по всему все таки google и youtube ориентируются на то каким образом вы представляете свои видео в других глобальных таких ну социальных сетях можно сказать там платформах какие-то там тот же фейсбук допустим да в инстаграме это нельзя сделать там нет активных ссылок ну twitter но twitter моем случае он как бы не работает у меня там относительно такая неактивная как бы аудитория и скорее всего twitter тоже он не показывает видео с ютюба очень активно потому что боится что просто трафик убежит тогда с твиттера в твиттере и так насколько я понимаю дела но так плохенько как бы идут а вот youtube большие молодцы они здорово обновляют алгоритмы и эти алгоритмы на своем примере я могу сказать там слишком обобщать наверное нет смысла но на моем примере по крайней мере получается что маленьким очень маленьким но что там у меня там три с половиной тысячи подписчиков не добрался я еще до до этой величины и тем не менее даже таким небольшим поставщикам контента google отводит свое место то есть в принципе если вы планомерно и долго занимаетесь тем что развиваете развиваете как бы свой контент то в принципе google относится к вам ну можно сказать таким с некоторым уважением и дает вам представляет определенные возможности для того чтобы вы могли и дальше развиваться и еще раз хочу сказать что на мой взгляд сейчас все алгоритмы гугла построены таким образом и ну и соответственно там ютюба до построены таким образом чтобы он имел возможность не только показывает большинство контента от монополистов которые уже там занимают ну ключевые запросы в поиске но и для того чтобы у него были независимые трастовые источники информации по самым разным вопросам то что тогда это ему позволяют более эффективную рекламную политику тоже проводить и конечно же очень важным моментом является то обстоятельство так расширенный режим но здесь мы как бы вот не получим информации только при анализе конкретных видео мы можем получать информацию по поводу взаимодействий ну в части по крайней мере времени просмотра то есть вот 140 часов уже до на 100 на 134 4 часа больше чем обычно то есть опять же вот ну если кому-то из вас лень будет смотреть предыдущее видео да то хочу обратить внимание на то что вот критерий время просмотра на мой взгляд является таким основополагающим тоже для гугла потому что представьте вот за сегодняшний день на этом видео до люди задержались почти на 100 часов и фактически конечно 100 часов с такого маленького видео с такого небольшого канала ну наверное это неплохой результат как бы для ютюба и соответственно для гугла поэтому ну не знаю чем больше я знакомлюсь с этой экосистемой гугла тем больше она мне нравится что тут огромное количество таблицы да с ними очень классно работать там с документами классно работать просто берешь текст на английском языке заносишь копируешь туда ставишь документы тут же переводишь на русский язык читаешь на русском если ты не слишком хорош в английском языке точно также можно учиться языку то есть но огромное количество инструментария который в принципе позволяет жить вот в рамках этой экосистемы выходя из нее в основе своей для того чтобы просто продвигать тот контент который создается в ютюбе ну некоторые есть там сложности с точки зрения там блогинга например да потому что это как-то блогер вот не заходит этот продукт особенно не получил он какого-то такого широкого распространения и в этом отношении может быть еще по-прежнему очень неплохо работает в том же фейсбуке от группы некоторое время назад я создал эту группу и и и голс в инквириус и сейчас единственным администратором на не являюсь и на нее уже стали люди достаточно активно заходить очень активно размещают свои собственные видео вот недавно размещенные видео 8880 884 показа как бы да набрала чуть более старые видео тут набирают по 2600 так больше и больше было вроде бы видел 4200 да то есть уже достаточно приличная такая аудитория и здесь достаточно легко можно но вот правда видеоматериалы из ютюба то что нас касается они не так активно смотрится вот эту ссылку на это же видео на или корда я поставил сегодня и тут 145 всего как бы про пострич рич то что достиг этот пост по папу показом да всего на все набралось не так много но в принципе тоже есть возможность составить представление о том какой контент здесь пользуется самым большим интересом и соответственно стараться попадать в этот контент но само по себе вот это вот попытка там посева такого для ваших видео в других социальных сетях вот на мой взгляд в группах фейсбука это делать наиболее наиболее как бы полезно потому что 10 процентов все-таки это довольно приличная цифра от общего количества до просмотров поэтому за этими десятью процентами можно и условно говоря немножко и гнаться тоже сейчас посмотрим здесь есть ли какие-то она у нас рекомендованные видео там они не составляли какого-то очень существенного до количество и опять же вот последний абсолютно момент что показов всего четыре с половиной тысячи то есть сам youtube за все это время там всего четыре с половиной тысячи раз показал а вот просмотров 11 800 и если мы посмотрим динамику показов то обнаружим что она гораздо более спокойная такая да то есть но в самом ютюбе судя по всему эти материалы не так часто запрашивают как их все-таки запрашивают в гугле спасибо вам огромное за внимание буду несмотря на то что эти видео не набирают очень много как бы просмотров буду все-таки их размещать потому что для меня очень важно во первых этот междисциплинарный подход который можно ну вот в данном случае да взят опыт в большей степени из финансов из анализа рынков из торговли на рынках и он перенесен на youtube для с точки зрения анализа и соответствующим образом буду стараться и какие-то другие методы анализа как бы вашему вниманию предлагать и надеюсь что все-таки в рано или поздно может быть мы даже дойдем до какое-то обсуждение этих методов еще раз спасибо огромное всем удачи хорошего вечера до свидания